Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Саша четко выполняет указания тренера Видимо не зря фехтование называют шахматами с оружием Для успеха спортсмену необходимо быть подготовленным не только физически Очень важна в этом виде спорта координация, ловкость, внимательность Фехтование это высококоординированный вид спорта То есть без координации в нашем виде больших успехов не добьешься Поэтому детишки, которые приходят, мы сразу начинаем с ними работать над координацией Основная масса детей это довольно-таки умные дети, можно так сказать То есть по мыслительной деятельности фехтование находится на втором месте после шахмат Когда любой ребенок приходит заниматься каким-либо спортом У него первые годы, год, первый, второй, третий год вкладывают Вот эти все координационные способности, скоростно-силовые способности А каких-то особенных детей мы кого-то не берем Либо кого-то берем, такого нету Все дети для нас одинаковые А уже впоследствии и как ребенок старается на тренировках Так он и добивается успеха Именно трудолюбие и огромное желание расти в спорте Саша Трушаков взял за основу На вопрос, как ты проводишь свободное время Спортсмен отвечает скромно, гуляю на улице А как много этого самого свободного времени После школы сразу иду на тренировку Ну и до вечера Вечером уроки, подготовка в школе О выборе своем Саша нисколько не жалеет Успехи пришли не сразу, но желание просить занятия не возникало И сейчас уже следующее поколение фехтовальщиков равняется на Сашу Впереди у которого ответственные международные старты Самое главное, к чему мы сейчас готовимся Это к первенству Европы и к первенству мира Для этого нужно попасть в сборную команды страны И вот были соревнования как раз О предстоящих соревнованиях Это Кубок Европы Это как раз, чтобы попасть в сборную страны Нужно было хорошо выступить Там Саша занял второе место Показал себе хорошо Соревнования проходили в Польшу В городе Конин То есть это был третий Кубок Европы По фехтованию на сабле Следующий соревнование у нас будет в Москве Тоже международный соревнование Такие же, как в Польше То есть является международным турниром Где участвует больше 200 спортсменов Со всем мира, в принципе, связываются Ковальщики и Ковальщики В этой возрастной категории Осведомлен, значит вооружен Изучить сильные и слабые стороны соперника Перед серьезными поединками Дорогого стоит Я со всеми с ними уже встречался Могу выиграть Соревнование, есть шанс Существует три основных Вида оружия спортивного фехтования Сабля, шпага и рапира Спортивная шпага Колющее оружие состоит из стального гибкого клинка Защитной гарды и рукоятки Клинок трехгранного сечения Утончающийся к вершине На которой имеется наконечник С подвижным электроконтактным устройством Общая длина шпаги не превышает 115 см Рапира Облегченная шпага Длинный, узкий, жесткий Практически не имеющий лезвий клинок Объемный в сечении И сужающийся кострию От шпаги рапиру Отличает размер и установка на укол Историки утверждают Что именно распространение рапиры Вызвало феноменальное развитие Искусства фехтования Спортивная сабля Имеет большую гарду Защищающую руку от ударов сбоку И слева от рукоятки Имеется двойник для крепления электрошнура В среднем длина клинка 87 см Всей сабли 104 см Самая мощная из трех видов оружия В спортивном фехтовании Большинство детей Так же как и наш сегодняшний герой Приходят в секцию фехтования Как правило в 7 летнем возрасте Хотя можно и позже Как уже было сказано На тренировках ребята развивают координацию Ловкость Учатся владеть боевым оружием Отражать атаки соперника Защитный костюм современного фехтовальщика Внешне кардинально отличается От своих исторических предшественников Из чего состоит фехтовальная экипировка Фехтовальная экипировка защищает набочник Там внутри, который защищает грудь Костюм фехтовальный Который состоит из курточки Фехтовальный, из материала специального плотного Чтобы защитить спортсмена во время боя Фехтовальные штаны Также из такого же материала гетры Сверху идет электрокурточка Фехтовальная Она не служит защитной экипировкой Она служит для определения на электрофиксаторе ударов При касании оружия к электрокурточке Загорается на электрофиксаторе лампа Что, допустим, был удар сопернику нанесен Также, чтобы, естественно, до аппарата довести Это все существует Провода, система проводов Система массы, которая цепляется на маску Система шнура, который сзади Цепляется к куртке И уже идет к катушке-сматывателю В принципе, все У фехтования Омской области богатые победные традиции Выпускниками этой школы являются такие всемирно известные спортсмены Как неоднократный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр Виктор Баженов Чемпион мира среди юниоров Владимир Павленко Современные мальчишки и девчонки Не теряют интереса к красивому, динамичному виду спорта и по сей день Для меня очень великий спорт Я люблю заниматься фехтованием Я думаю, что фехтование будет продолжением моей карьеры Интересно заниматься Весело бывать Требует много работы и много лет тренировок Я не представляю себя без фехтования Фехтование для меня любимый спорт Ну так, как я его выбрал И он мне очень нравится Вид спорта, в котором я могу себя реализовать Твердые руки, удачных выпадов И точных уколов всем омским фехтовальщикам А от Александра Трушакова ждем успешного выступления на международном уровне Это была программа Юниор До новых спортивных историй Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok